Не могу справиться с чувством вины и обиды, на сезоне прорабатывал причины, но поведение не могу понять. С чувством вины и обиды. Ну давай, Юля, чувство вины и обиды. Не очень понятно, что ты там формулируешь, но давай сейчас как раз это разберём. Добрый вечер. Так, добрый вечер. Слышишь меня? Да, слышно. Юля, добрый вечер ещё раз. Здравствуйте, я вас внимательно слушаю. Давайте, да, с чего начать, с конца или наоборот? Ну то есть, что проработало на сезоне или наоборот? И вы тоже ходите про концы. Что же вам так тяжело живётся-то? Ну давайте с конца. Что не получается? То есть, я проработала для себя, откуда у меня шли вот эти чувства всей вины, обиды, претензии у меня, конечно, с супругой. Не только. Не могу понять, как нужно вести себя по-новому. То есть, проговорить о себе, проговариваю, но относиться всё равно пытаюсь... Ну расскажите про эту вину, обиду и претензии. Вот, кстати, кто здесь находится... Поставьте плюсики, кто здесь находится, но пойдёт и пойдёт к нам учиться онлайн или очно. Интересно, есть здесь наши абитуриенты? Значит, вот, ребят, так как мы разбираем кейсы, вы будете так учиться. Имейте это в виду. Да, то есть, мы отличаемся именно вот этим. Потому что мы будем постраиваться именно по кейсам. У нас будут приглашённые клиенты, вами приглашённые, мной приглашённые. Будем крутить, вертеть. Будет очень клёво. Вот, соответственно, рекомендую. Кто ещё думает, не провафлите. Потому что дадите фору потом тысячам психологов, поверьте. Юлечка, ну давай. Вина, обида, претензии. Расскажите, что там происходит? Вину я всегда за всё. Я писала в самом начале, что у меня было чувство вины перед супругом. Но на самом деле у меня это перекладывается на всё. На всех. То есть, я всегда в чём-то виновата. На сезоне я проработала, что такое чувство вины. Я не могу, как сказать-то, отвечать за чувства других. Я вообще не могу знать, виновата я перед ними или нет. Я не могу быть виноватой, что я никому ничего не должна. Но тем не менее, когда механизмы свои отрабатывала, что я не могу отказывать. Ну и так далее. Отказывать, например, я начинаю, но всё равно потом себя виню. И сколько раз отказали? А? Сколько раз отказала? Ну вот, я на сезоне была на девятнадцатом. То есть, это был месяц ноября. Вот с месяца ноября я пыжусь и отказываю. Ну то есть, сейчас мне это уже проще. Хорошо, по факту. Вот ты отказываешь, испытываешь по паттерну чувство вины. Что происходит-то в итоге? Отказала, что мир рухнул? Люди от тебя отвернулись? Ну, пофыркали. Я же, конечно, сижу, начинаю... Ну хорошо, пофыркали. И что, результат какой? Результат отказа? Да нет, никакой. Я сама сижу, задумываю, как ты только с девушкой, да, ты меня разговаривали. Я сама придумывала, сама себя виноват, что я сама придумываю, что там у меня все обидели, себя подвела и там... Ну здесь можешь вот из предыдущего кейса, да, повторить, в чём ошибка? Да, но ошибка в том, что я сама придумываю, да, то, что люди другие думают. Ну, точнее, я думаю о себе, и моя ошибка в том, что я это проецирую на других. Значит, что надо сделать? Не проецировать. Нет. Мне наплевать, что они думают, я не могу это знать. Не наплевать, тебе наплевать никак не будет. Чтобы перестать это делать, проецировать, тебе должно быть нечего проецировать. Запомни это. Понимаешь? Нет? Ну, примерно... Чтобы перестать проецировать, надо, чтобы не было, что проецировать. То есть, если я себя не осуждаю за разлитый кофе в Старбаксе, то я не думаю о том, что думают окружающие. Если я самого себя осуждаю за разлитый кофе в Старбаксе, то я думаю, что думают обо мне окружающие. Это понятно? Значит, чтобы перестать проецировать с чувством вины, надо перестать себя характеризовать за отказ. Так? Так. В чём проблема характеризовать себя за отказ? Да это привычка. Просто разбить привычку тяжело. Нет, это не привычка. Это какой-то паттерн. И в этом смысле он чего-то тебе даёт. Это не просто привычка. Так что он тебе даёт? Почему вот это чувство вины-то? Мне это чувство вины, что оно мне даёт? Сейчас, если сбилась, записывала себе, не предупредить себя за отказ. Если я отказываю, я считаю себя, что я... Что я плохая, что я не помогла, что ты не сделала. Значит, меня оценили плохо, и я сама себя плохо оцениваю, потому что я не помогла что-то делать. Мы не себя оценили, а ты себя оценила плохо. Да, я себя оценила плохо. На основании какой метафоры или механики ты сама себе дала оценку? Ну, это моя безотказность. Не знаю, перспективизм и так далее. Это мой механизм отработки того, что я там самая лучшая, хорошая. Ну, вот этих всех моих недопущений, все, что я делала. Подожди, это я понять не имею. Ответь на мой вопрос. Каким образом ты себя характеризуешь за отказ, что ты плохая? Ну, какой-то ты оценочной шкалой пользуешься? Угу. Ну, и как это выглядит? У меня только хорошая, либо плохая. Согласилась хорошая, отказала плохая. Нейтральной нет, посерединке нет оценки. А в чем прикол? Ну, что тебе это дает? Когда ты чувствуешь себя плохой, ты как себя ведешь? Реабилитироваться пытаешься. О! И как? Так как. Угоняю в Астанию. Бегу, пошу. Даже то, чего не просили, делаю сверху. Лишь бы забыли то, что я сказала. О! Стоп. Ну, это было. Я это уже отрабатывал. Стой. Лишь бы забыли. То есть, получается, логика следующая. Какая хитрая ты, Юля. Я хочу, чтобы меня все любили. Да. И если я отказываю... Просто любили. Да это все понятно. И так было ясно сразу. Я хочу, чтобы меня все любили так, как мне надо. И вели себя со мной так, как я хочу. Лизали мне жопу так, как я хочу. Не предъявляли претензий. И оправдывали мои ожидания. Но! А... Чтобы меня все любили, мне нужно быть для всех хорошей. И чтобы быть для всех хорошей, мне нужно, например, один из пунктов. Не отказывать людям. Потому что если я отказываю, я испытываю чувство вины, потому что я плохая. И меня любить не будут. И если я отказываю, испытываю чувство вины, это повод для того, чтобы повести себя, лишь бы, а не все-таки, лишь бы сделать этим уродом так, чтобы они все-таки меня полюбили. Ну, да. Какая ты хитрая. То есть ты даже через чувство вины заставляешь себя все равно сделать дабл пенетрейшн так, чтобы все равно тебя полюбили. Да. И на кой хер, чтобы тебя все любили делали, по-твоему? Какая ты хитрая. Что за претензия такая у тебя к людям-то? Что там папа натворил? Как он не оправдал твоих ожиданий? Ну, папа там мне ничего не творил. Ну, а что за претензия к людям? Я, слушайте, я не знаю, если честно, я так готовилась и, ну, уже там разбирала, знала, что я скажу, к каким-то событиям я пришла. А вы мне так вопросы вообще в сторону задали, что я хочу ответить. Ну, я люблю вопросы в сторону. Что за обиды и претензия к людям? Видимо, если вы про детство спрестили, видимо, я говорю, что я не готовилась к этому, я готовилась к тому событию, там, когда что началось. Мне всё равно к чему-то готовилась. Что за обиды и претензия к людям? Кто не оправдал твоих ожиданий? Я сама себе, наверное. И как ты не оправдала своих ожиданий? Где-то ошибалась и винила себя за это. Что-то где-то не получалось. А обиды и претензии у тебя к себе или к кому-то? У меня они к себе, но я винил в этом, как я уже поняла. Опять же говорю после сезонки. Я винила не себя, а кого-то. Я считала кого-то виноватым. В моих шутках. Кого? Да хоть кого. Мужа, коллегу, маму, папу. А при чём здесь муж и коллега? Подожди, коллега при чём здесь? Ну, на работе, если у меня что-то не получалось, а у кого-то получалось, я искала в этом не свою вину раньше. Поясни. Если, подожди, если у меня не получается, виноват в этом коллега. Ну, это я утрированно там говорю. Да, без утрирования. Как это он виноват? Например, ты дал мне план какой-то по работе. Там я и помимо меня ещё... А, ты говоришь о том, что все мешают тебе быть идеален. Нет, наоборот, если я, допустим, не знаю, не лучшие показатели какие-то показала, то в этом виновата не я, а в этом виноват... Не виноватый, как это сказать. То есть им повезло просто. Обесценивала я их, обесценивала вот этот момент. А зачем тебе быть лучше? Это я тоже прорабатывала. Я так зарабатывала свое право быть на этом месте. В каком месте? Потому что если я на любом... Ну, давайте вот если про работу говорить, на рабочем. То есть если я не буду лучше, меня там, не знаю, уволят, уберут, не будут во мне навязаться. Ну, братья и сёстры есть? Нет, двоюродные только. А что за история? Ну, сравнивали. А что за... Сравнивали. Что? Ну, про братья и сёстры вы спросили. Сравнивали меня регулярно. Так я поэтому и спросил. Потому что такие паттерны так и создаются. С кем сравнивали тебя маленькую, что у тебя в голове остался паттерн, чтобы меня любили и имели в виду, мне надо быть лучше, чем другие. Сравнивали. Родители. Ну, я жила с мамой и бабушкой в самом детстве. Они сравнивали. То есть всегда был вопрос, если я там, допустим, сдала на 4, а как сдали другие? Если я сдала на 3, а как сдали другие? Там и сестру у меня безюродную всегда в пример приводили. Вот она там отличная. У меня было вообще барабан. Я была ударной, получилось свое удовольствие. Но меня с ними всегда сравнивали. И этот институт, я, видимо, наздала тоже родителям. Закончила с красным дипломом, с вашим любимым. Ну, я говорю, красный диплом 90% – это патология. Да. Так, и, в общем-то, это сравнение, скорее всего, у тебя красной нитью потом пойдет по всей жизни. Сравнение. Подожди. И это сравнение, если пойдет дальше по красной линии, то в какой-то момент ты должна была проиграть какое-то сравнение. Я проиграла вы имеете в виду тем, кому с кем сравнивали? Это метафора, да. Не с кем конкретно, а, понимаешь, если ребенок с детства имеет паттерн «быть лучшей», в кавычках, да, это паттерн абстрактный. Чтобы меня любили, и чтобы я была хороша и молодец, мне нужно быть лучшей, там выстраивается очень хитрая цепочка поведенческих реакций из серии «Как я буду лучше, чтобы быть?» На виду. И там будет, скорее всего, сработанная история, что где-то каким-то образом у тебя либо не получится быть лучшей, либо что-то случится, где у тебя что-то не пойдет. Ну да, либо механизмы не сработали, либо, да, я поняла вас. Так что же случилось? У меня случилось, как мне кажется, с этим не связанное событие. Я правильно понимаю, что вот, ну, нужно пояснить, когда началось, что это не предшествовало? Давай, теперь давай по анамнезу, и мы попробуем посмотреть, как эта история может или в эту гипотезу влезть, или не влезть. Вы прервете, да, тогда, если она не влазит? Ты хотела прервать беременность, что ли? Прервала. Я знаю. Это кошмар, с вами страшно. Я знаю, что со мной страшно. Вы не знаете даже, с кем вы все связались. Так, ладно, поговорим об этом? Так скажете. Я говорю, что я готовилась вообще к другому, видела там свою... Вы не знаете, с кем вы связались, блять. Я могу положить в отделение неврозов, а могу оттуда вытащить. Продолжим? Вот как считаете нужным? Не страшный человек, боюсь перейти. Ну, хочешь рассказать про это? Ну, в принципе, могу рассказать. А это не сложно, потому что... А если это не могло быть причиной того, как ты к себе отнеслась? Я думаю, что нет. Почему-то я думаю, что нет. Хорошо, давай это оставим на попозже. Расскажи про вообще историю твою. Что случилось вообще и как все произошло? Что случилось? Началось у меня с декоративных проявлений, которые себя не испугалась. Мне просто поставили... Ну, то есть я работаю в банковской сфере. То есть это очень нормативная сфера. Поверь мне, я за последние два месяца все банки обтоптал. Я знаю. И что? Ну, к терапевтам не обращалась. Мне когда говорят, что 80% это банковские сотрудники. В общем, что? Я пошла... Ушла из одного банка, в котором работала стабильно 5 лет, и с другой. Ну, и, собственно, я там начала зарабатывать себе место. Переработками там и так далее. И у меня просто... Ну, просто, грубо говоря, случилось какое-то предобморочное состояние. Даже не упала в обморок никуда. Но мне руководитель новый сказал, что иди-ка к врачу, иди. Я пошла. Врач, видимо, ничего не нашел. А ты упала в обморок от истощения, да, я так понимаю? Да. Ну, не пообедала. Работала с 8 вечера. Ушелся конь. Ничего, это все. Подожди, подожди, Юль, тормози. А что это за конь? Ты его осознаешь, коня? Да. Сейчас, да. Тогда нет. Хорошо. Куда гнала? Гнала я... Смотрите. Подожди, стой. Подожди, подожди, остановись. Ты гнала туда, куда гнала красный диплом. Потому что ты по-другому, внимание, не умеешь. Ты либо гонишь, либо стоишь. Да. То есть проблема в том, что ты машину водишь? Нет. Вот если ты водила машину, у тебя либо педаль должна была быть в полу, либо вообще не нажата. Метафора понятна? Объяснишь? Да. Давай, попробуй своими словами. Как ты эту метафору понимаешь? Либо я впахиваю и бегу, кашу, как конь, либо я никто. Ну да, только я бы добавил, либо ты, либо я впахиваю и кашу, пашу, как конь, и меня оттуда вынесут, и тогда я отдохну, либо я вообще ничего не делаю, и я дерьмо. Да. Вот он паттерн. Значит, ты должна была прийти к астении, тревожному расстройству, которое тебе должны попытаться были научить педалька работать. Где-то нажать, где-то отпустить, где-то малый газ, где-то скорость потока, да? Такое случилось или не случилось у нас? Нет, не случилось. Раз. Пишем. Педаль. Равно. Не дрочи. Когда надо. Когда надо, отпусти. В скобочках отдохни. Сейчас обсудим. Итак, это первая ошибка по терапии, уже вылезла. Хорошо, ушла из одного банка, перешла в другой, свалилась в истощение. Дальше. Дальше. Через год была первая комическая атака. Так. Где, как? Напугала. Ехала на работу в машине с мужем. Было ощущение нехвата воздуха. Открыла окошко, чуть-чуть напугалась, проехала, забыла. Странно, что ты на работу ехала, да? Да, вообще удивительная. Да. Но я ехала, на самом деле, из квартиры, которую только что оформила в ипотеку. И квартиру, которую меня заставили купить в том районе, в котором я не хотела. И мне накануне объявили о моем сокращении. А тебе твой же банк ипотеку дал? Да. Обожаю банковскую структуру. Дать сотруднику ипотеку и уволить его. Да, и через две недели выдаю уведомление. Потому что банковский... И это прям очень круто. Так. Угу. И ты на этом шоке ехала за документами? Нет, мы еще работали полгода. Нам объявили, но мы работали полгода. Но ты уже была в напряге. Да, я на самом деле, да, была в напряге, из-за чего я поменяла первый банк, в котором работала пять лет. У нас там была неприятная ситуация. Нет, подожди, не уходи в сторону. Итак, ты ушла из одного банка в другой. Истощение через год. Паника, потому что объявили о сокращении. Но пока ты отрабатывал. Дальше? Дальше, да, что было? Дальше, а вот дальше началось веселье. То есть я стала выяснять, что со мной. Сходила к неврологу, который мне какой-то там препарат выписал. Я ведь даже не стала... Почитала там по бочке какие-то. Встала в интернете и сказала, что со мной. Нашла, что такое ВСД, что это фигня. Нашла, что про панические атаки, что это такое слово. Хорошо, что же будет дальше? У нас новая передача. Только более полезная. Так. Почитала про панические атаки. Что нужно с этим делать. Попыталась, поделала. Но почитала, как нужно. Как вы понимаете, раз я здесь. Ну, на сегодняшний день жалоба какая? На сегодняшний день? Вообще, тревожность, она у меня сохраняется. Повышенная на всё. На работе она у меня... Значит, проверяем две гипотезы. У нас гипотеза сравнения быть лучшей. И для этого... А, у нас нет. У нас одна гипотеза. Смотри. Гипотеза такая. Ты у нас с детства стараешься, значит, быть хорошей, правильной и молодцом. Потому что ты хочешь быть лучше, чтобы продолжать быть из вот этого сравнения. Как бы ты привыкла делать всё хорошо, чтобы ты была на виду и ты была молодцом. А чтобы ты была на виду и молодцом, то мы используем тактику лошади. Люди, которые используют тактику лошади, чтобы быть молодцом, обречены на тревогу и депрессию. То есть, тактика лошадь, она в принципе имеет билет в один конец. И конец там ПНД. Там не может быть другого конца. То есть, когда невротик имеет тактику лошадь, чтобы двоеточие доказать, быть лучшей, выигрывать, преодолевать, достигать. То есть, тактика лошадь – это билет в один конец. Просто коридор у всех в зависимости от их физиологических особенностей. У кого-то этот путь короче, у кого-то этот путь длиннее, у кого-то он там с какими-то остановками. Но так или иначе они туда приедут. Это просто вопрос времени. Поэтому уже тактика лошадь, чтобы выигрывать конкуренцию в кавычках и быть лучшей, это в принципе тебя должно было рано или поздно положить. Положила. Положила. Так, неврот сработал по нормальному своему принципу. Дальше. Что сегодня происходит? Куда мы... А, сегодня лошадь не бежит. Не, я уже не бегу вообще. Так, стоп, вопрос. Если лошадь не бежит, ты себя как чувствуешь от того, что лошадь не бежит? Никчёмный. Не бегу никуда, сегодня тихо раз. Супер. Получается следующая концепция. Несмотря на то, что с невроз сработал и спусковой механизм получился так, как и должен был быть. Поняла, да, механизм? Это тактика лошади во имя получения лучшей, значимой и так далее. В итоге ты прибежал на кушетку. И тут начинается самое забавное. Поскольку у тебя, внимание, тактика лошади единственная. Вот эта педаль, либо в пол, либо не нажата. Все слушайте внимательно. В это тактика безумно токсичная. Потому что человек не может просто покатиться на скорости потока. Ему нужно нажать в пол. А в пол он нажать не может. Потому что сил больше нет. В итоге, она не может ехать вообще, потому что она либо едет в пол педаль, либо не едет вообще. Если не едет вообще, она тварь никчемная, не заслуживающая любви, пустая трата времени и так далее, вообще никчемное создание, либо она должна опять вскочить на лошадь и поскакать. Но поскакать она не может того, что уже больше нету сил. И невроз ее остановит от этого. Вот ее состояние на today. Понятно? Ты это невротик, который не умеет ехать в скорости потока. Потому что ты либо скачешь как лошадь, либо ты не скачешь из-за невроза и считаешь себя от этого дерьмом. Что надо изменить? Надо изменить подход к режиму сна и отдыха. Ну то есть давать себе право отдыхать. Нет, это мелочи. Это важно, но это мелочи. Не осуждать себя за отдых. Это тоже дополнение, но не главное. Вспоминай, как вводят машину люди. Они что, педаль в пол жмут? Нет, наверное. Нет, наверное. Ладно, объясняю кейс. Значит, читаю тебе определение. Ты на каком сезоне была-то? На девятнадцатом. Понятно. Сейчас. Где тут мои красавчики? Где мои красавчики? Где они? А, вот они. У человека есть свои представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Он имеет, как правило, очень высокие требования к себе, которые идут вразрез с его реальными способностями. Минуточку. Услышала? Да, переваривала. Значит, смотри. Я тебе сейчас по-другому процитирую. Когда человек испытывает внутреннее представление о том, что его можно любить и уважать, и он может быть значимый только тогда, когда он лошадь, он обречён, этот человек. Нам с тобой придётся учиться двум очень важным, записывали, запоминай, потом в записи послушаешь. Нам с тобой надо учиться двум изменениям. Первое изменение – это базовое представление о том, какая ты, если ты не лошадь. Ещё раз. О том, какая ты, если ты не лошадь. То есть, если я не лошадь, то я нормальная. То есть, грубо говоря, уметь не быть лошадью и считать себя от этого нормальной. Это первая работа твоей терапии. Вторая работа твоей терапии – это непосредственно интеграция. Слово интеграция понятно же, да? Внедрение в жизнь. Да. Внедрение в жизнь новых поведенческих стратегий в кавычках «не лошадь», а ресурсность. Перевожу. Долгое время с детства у тебя выучена одна модель поведения. Меня можно любить, я могу себя уважать, и я молодец, только если я лошадь. Потому что если я лошадь, у меня дипломы, звёздочки, премии, благодарности. И это зафиксировалось, что ты звёздочки, премии, благодарности можешь получить только лошадью. Плавливаешь меня? Да. Но на самом деле звёздочки, премии, благодарности – это хорошо же, правда? Ну, было бы неплохо, да. Было бы неплохо, Юлечка. А теперь, внимание, тебе сейчас секрет открою. Догадываешься, к чему я? Ну, да. К чему? Что они ни о чём не говорят? Нет. Внимание, ты даже не вняла. Звёздочки, должность и дипломы можно получить, не будучи лошадью. Ага. Удивительно, да? Да нет, я вот из-за этого-то из личных коллег, мне кажется, ничего не делаю, это всё получается. Поэтому ты на них и злишься, потому что они умеют то, что ты не умеешь. Да. Вот сейчас уловила эта деталь? Это фундаментально в твоей терапии, чёрт побери. Ты на них злишься, потому что ты им завидуешь. Да. Потому что они умеют... Да, умничка, и тебе придётся копинг-поведением учиться у них. Вот что мы с тобой сделаем. Тебе придётся на них не злиться, а у них учиться. Ага. То есть... Звучит прекрасно. Да. Потому что тебе это и нужно, тебе придётся заменить чувства. Ты перепутала чувства, ты на них злилась, на самом деле ты завидовала. Верно. Верно. Так вот мы эту зависть по-хитрому с тобой трансформируем в подсматривание. Угу. Если уж ты хочешь быть выживающей, тебе придётся за ними подсматривать и копировать. А как они достигают результата, не будучи лошадьми? Потому что, зайка, ты этого не умеешь. Ты умеешь быть лошадью. Да, лошади тоже достигают медалек, дипломчиков, художностей, но они долго не бегут. А те люди, которые умеют достигать медальки, должностей и дипломчиков, не будучи лошади, тоже их достигают. Но ты, Юля, будешь сильнее. Догадайся, почему. Мне прям нравится. Догадайся, почему. Объясняю. Твои коллеги имеют навык хитрости и гибкости. Они умеют водить машину по потоку, не будучи лошадью и достигать не будучи лошадью медалек. Ты умеешь достигать медалек, будучи лошадью. Мы с лошади слезаем, потому что лошадь довела тебя на неврозы и будем учиться и подсматривать у них, так? Так. Но у тебя же лошадь осталась? Да. Не надо, надо, естественно, лошадь будет. Круто! И ты их обгонишь все равно. Потому что у них, черт побери, нету лошади. Они не умеют хуять, извини, они не умеют херачить. Они умеют по-другому. У них этого паттерна невротического нет. У тебя преимущество. Просто сейчас ты слезаешь с лошади, подсматриваешь у них их сильные стороны, как они достигают без лошади, учишься этому без лошади, отдыхаешь, восстанавливаешься и в любой момент готовы рвануть в седло. И когда они будут не ожидать, ты просто опять сядешь на лошадь, захерачишь их всех. Тактика понятна? Это да, понятно. Что можешь своими словами сказать про эту историю? Лошади не лошади. Лошади не лошади. В общем, я себе объясняю именно по этой части, что если я не лошадь, то я в любом случае все равно нормальная. Дальше. И что получать какие-то бонусы, поблажки, еще что-то можно и не будучи лошадью. Чтобы их научиться получать, ты этого не умеешь. Надо что? Да. Надо пробовать. Надо подсмотреть. Ты не можешь зайка. Человек разумный хомо сапиенс не учится тому, чего не может скопировать. У тебя смотри какое сопротивление. Я к этим пидорам не пойду учиться. Да нет. Пойми. Человек обезьяна он учится посредством коппинг поведения. Ты не сможешь научиться новому навыку, если у тебя не будет примеров копирования. Поняла? Давай продолжи. Итак, у тебя долгое время была стратегия лошади, чтобы получить медальки. Стратегия хорошая, но не ресурсная. То есть на лошади можно пробежать буквально 100 быстрых метров, ну километров. А ты бежала всю жизнь, черт побери. Понятно, что копыта нахрен сяло, да? Поэтому мы с лошади слезаем, продаем себе идею о том, что мне нужно учиться достигать результатов без лошади, пока она восстанавливается ресурсики. Там у тебя как раз таки сон, еда, витамины, наотропы, седативные препараты на ночь, днём. Но ты подсматриваешь у тех, кто умеет, не будучи лошадью, кто не бегает по делу, просто за ними начинаешь наблюдать, как они ходят, как они говорят, как они относятся к этому и к этому. Это не значит, что ты будешь раздолбайкой. Это значит, что ты должна просто посмотреть на то, как люди достигают результатов, не будучи лошадью. Подсказка. Самый лучший вариант, если ты найдёшь какого-нибудь уважаемого человека, у которого неплохие профессиональные достижения, а он, сука, не лошадь. Уважение к нему разовьёт эмпатию, а эмпатию разовьёт интроекцию. Понятно, что я говорю? Да, я даже представляю уже, я представляю, о ком говорить. Плюсики ставим, кто въезжает, что я тут несу сегодня. Ты, если найдёшь значимого человека, ты разовьёшь эмпатию к нему, а эмпатия сработает в интроекцировании, то есть, ты будешь замещать его навыки в себя. Соответственно, ты начнёшь учиться копинг-поведении его навыкам, не будучи лошадью. К этому моменту, пока ты будешь учиться у него в кавычках, лошадь твоя отдохнёт с помощью ноотропов, метаболических препаратов, препаратов на ночь, сна и отдыха, питания, отдыха, датюк. И потом у тебя будет двойное преимущество. Ты сможешь достигать звёздочек, будучи не лошадью и будучи Лошадью Но в следующий раз, когда тебе придется Сесть и поскакать Ты что будешь делать? Дозированно скакать Умничка, а как ты будешь с лошади слезать? Когда она у тебя копыта сломает? Или когда? Нет Когда? Видимо, я поставлю себе какую-то цель Которая лошадь доскачет Доскачу на нее Ты не должна ставить цель Вот тут ошибка у тебя, смотри Ты говоришь, я поставлю цель До которой лошадь должна скакать В чем ошибка? Вот, Юль, смотри, как у тебя тут не идет Вот она классическая невростеническая ошибка Ты говоришь, я буду скакать на лошади Как бы по-другому, но я сначала поставлю цель А потом до нее доскачу Ошибка в том, что ты должна скакать Слушай меня внимательно, запоминай Ты должна скакать на лошади До того момента Пока лошадь не начнет утомляться Поставить слезть с нее Поставить ее на овес, на воду И потом продолжить скакать к цели То есть у тебя точки до цели Определяются Тем, когда лошадь начнет утомляться А не целью Поняла? И если у тебя цель в десяти верстах А лошадь у тебя начинает утомляться После второй То у тебя получается Сколько отрезков? Пять Пять минимум, да А не попытаться десять верст пробежать на одной лошади Поняла, что ты делала неправильно? Да, это я поняла Вот Ориентир у тебя там сбит Ориентир не цель Ориентир, когда лошадь начинает выдыхаться Тогда овесы в воду Ну, что скажешь? А обиды и претензии у тебя на них Потому что ты им завидуешь Потому что ты просто не умеешь Они умеют без лошади А ты нет Так научись И кто это будет? Скажи еще раз Так кто будет у тебя копинг поведением? Ну, у меня пока в голову моя руководитель пришла Одна из Вызывает у тебя уважение? Да Супер Как она достигает результатов, будучи не лошадью? Ну, честно, да, можно сказать Можно Я Ир Вообще ничего не делает У нее просто есть статус определенный То, что она несколько лет работает в одном определенном месте И Просто хорошо общается со своими руководителями Вообще не перерабатывая человека Смотри Тебе надо учиться Еще и помимо копинг поведения у них Тебе нужно учиться Временному распределению ресурса Тебе нужно будет учиться Временному Помню Срочно важно Что такое приоритеты Что такое одна единственная цель Тебе придется в ежедневнике прописывать сначала отдых И твои спа, сра, массажи, спортзалы А потом работу Тебе придется эту лошадь, которую ты будешь скакать Учиться тормозить на этапе выдыхания То есть тут Тобой надо просто заниматься через коучинг То есть тебе надо мне показывать свою неделю Мы в нее вносим конкретику в виде массажа, спа, отдыха, сна, еды и так далее Потом мы начинаем разбивать все эти цели с тобой на циклы Когда ты будешь отдыхать до того, как ты утомилась Вырабатывать Вот в банковской системе Поскольку она имплементирована В финансовую систему В Российской Федерации Да, непосредственно Есть такое понятие Банковское правило Или бюджетное правило Да И вот у тебя должны быть такие внутренние ресурсные правила Тебе их надо для себя выработать Вот ты знаешь, такое бюджетное правило? Может быть не понимаю, о чем он говорит Давайте скажем нет Я это тоже прорабатываю Я могу чего-то не знать Да, это молодец Понятие бюджетное правило Это такое, если по простому представление О том, при каких условиях ты что делаешь При каких условиях ЦБ продает валюту При каких покупает, на какие объемы и так далее Исходя из планируемого бюджета, конъюнктуры рынка Там много нюансов Есть понятие бюджетное правило Центробанк продает валюту Согласно бюджетному правилу при таких-то обстоятельствах В таких-то объемах Соответственно, у нас может быть наше внутреннее ресурсное правило Я не делаю того-то, того-то, чтобы не тратить ресурс Я сплю, питаюсь так-то, так-то Я не трачу ресурс при таких-то условиях Я напрягаюсь при таких-то условиях То есть, есть некое ресурсное правило За которое ты не выходишь Даже если можешь выйти, но ты не выходишь Например, я не перерабатываю больше столько, или я ухожу с работы ровно столько, я выключаю рабочий телефон тогда, я не делаю больше, чем вот столько за рабочий промежуток, я в первой половине дня не переключаюсь на другие задачи, поняла? То есть тебе надо проработать с собой ресурсные правила, и поверь мне, Юля, если ты эти ресурсные правила правильно для себя сформулируешь, тебе будет безумно легко жить, потому что тебе придется просто эти правила соблюдать. Например, главное их соблюдать. Это закрепилось. Ты, когда получала свои дипломы, и когда тебя сравнивали с другими, тройки, четверки, пятерки, там эта лошадь в тебя вселилась, понимаешь? Там ты себе сказала, чтобы меня любили, мне нужно быть лошадью. Ты там пару раз лошадью поскакала, и тебе сказали, вау, получилось. И у тебя в голове это замкнуло, что получить диплом можно, будучи лошадью. У тебя просто это с детства закрепилось. Все это поняли. Что ты когда-то в детстве поскакала, получила благодарность, и у тебя это как единственная поведенческая модель засосело. Это фантастическая ошибка. Лошадь – это один из инструментариев получения звездочки. Но эти звездочки можно получать, будучи и не лошадью. Ты просто этого не умеешь. Этому просто надо учиться. Понятно? Да, но я в такую сферу пришла, вот прям как надо было. Ну и естественно у невротиков вообще очень гениальные внутренние процессы. Они идут на айсберг сами. Они не выбирают мужчин, не выбирают работу. То есть они выбирают семейную концепцию, выбирают рабочую концепцию в аккурат такую, которая их приведет к разрушению. Потому что мозг же понимает ошибку. Ваше сознание и ваш мозг – это не одно и то же. Он понимает всё, где вы, блядь, неправильно делаете. Он вас направляет, чтобы ты увидел этот айсберг. Вы внёс размаху, пока не шандарахнетесь, вы это не поймёте. Потому что мозг знает гораздо больше, чем вы. Потому что вы – это маленькая точка сознания. А мозг – это огромный океан. И пока он вас направит на айсберг, ваше сознание его не увидит. То есть пока вот эта вот машина под названием «невроз» на вас не наедет, вы рот не раскроете. Поняла, в чём проблема? Ты сама себя привела туда, куда я должна была привести. И чтобы из этого выйти, тебе придётся учиться быть не лошадью, чтобы достигать результатов. Когда надо, поскочишь, но в основном надо будет слезать. Вопросы, Юля? Можно я вам один вопрос задам? Он у меня с прошлого вашего кидая. Давай. Девушка у вас врача была. Кто? Как правильно? Кто была? Девушка врача у вас была на первом занятии. Помните? А, да. Врача была. И у неё присутствует страх и с убийцей на работе. То есть у меня условия строгой нормативности. Я не могу себе позволить ошибиться. Не даже как невротик, а вот как просто финансовый специалист. То есть я же работаю с чужими, там, условно, финансами. Ну. Вот. Но у меня этот страх стал невротическим. Я невротически боюсь ошибиться. Боюсь, всё перепроверяю. Там, всех звуков, скорых. Ну, это же, всё про ту же самую историю. Это та же самая лошадь. Это тут всё одно и то же. Та же самая, да? Это та же самая лошадь, да. Потому что ты вот в детстве продала себе идею, что у тебя достижение равно без ошибок. Потому что я вот, например, в детстве до хера ошибался. И я, несмотря на это большое количество ошибок, всё равно что-то там могу добиться, да, скажем так. То есть количество... У тебя просто смотри, Юль. У тебя нету опыта достижения результатов и самоуважения без... С наличием ошибок. Давай так. У тебя самоуважение и результаты только без ошибок. Тебе придётся учиться достигать результатов при наличии ошибок в том числе. Ну, в моей сфере ошибки чреваты на уголовное ответственность. Ну, послушай, ну как... Ну, послушай, ты можешь сейчас, конечно, и вот так вот смотреть. Но что бы в твоём случае... Мы же не говорим о том, что ты пару миллиардов не посчитаешь инкассатора. Ой, да нет, нет, конечно. Мы говорим о вещах объективных и реальных. Все люди и ошибаются, и не так пишут, и не то делают. Но ты в меру, да, внимательно. Но мы же не можем говорить о том, что... Понимаешь? Тут, может быть, просто давай по-другому подойдём. Человек так сильно боится ошибиться, что ошибается из-за сильного напряжения. А напряжение потому, что сильно боится ошибиться. Следовательно, этой логикой, чтобы не ошибиться, нужно иметь небольшое напряжение. Логично? Поэтому, если ты хочешь не ошибаться, ты должна допустить, что ты можешь ошибиться, объяснить себе, что так бывает, ты будешь исправлять ситуацию по мере поступления, тогда ты не ошибёшься. То есть, у тебя тут ошибка логики. Ты думаешь, что ты не ошибёшься, если ты будешь максимально напряжена. Но на самом деле, если ты будешь максимально напряжена, ты и ошибёшься. Следовательно, если я не хочу ошибаться, мне нужно быть ненапряжённым. А чтобы не быть напряжённым, мне нужно допустить, что я могу ошибиться. И если я ошибусь, я буду решать вопрос по мере поступления. И, надеюсь, всё сделаю. Так бывает, потому что... Поняла? Да. Да. Ну, отрабатывала, но не убедила себя. Ну, отрабатывала. Тебе нужно это с собой, вот эту мотивационную схему имплементировать в голову. Что если я не хочу... Ты должна себя обмануть. Если я не хочу ошибиться, мне нужно себе продать право на ошибку, потому что тогда я не буду напряжена. И из-за отсутствия напряжения я не ошибусь. Поняла? То есть, ты должна испугаться, то есть, наоборот повернуть схему. Если я не хочу ошибиться, мне не нужно быть напряжённым. А чтобы не быть напряжённым, мне нужно себе принять эту историю, что я могу ошибиться. Тогда тебе будет проще. Потому что, если ты не хочешь ошибиться, тебе нужно с собой договориться. Тогда ты не ошибёшься, потому что не будешь напряжённым. Ясно? Да. Ура. Спасибо. Вопрос. Вам спасибо. Мы этот кейс можем когда-то опубликовать где-нибудь? Что ещё раз? Вопрос традиционный. Мы этот кейс можем где-нибудь опубликовать, например, на Ютубе? Можем. Разрабатывает момент. Ещё в ноябре бы вам сказала ни в коем случае. Сейчас пусть слушают, мне наплевать. О, спасибо. Ну, кейс, на самом деле, очень полезный будет. Потому что тут и про лошадь, про неверстынию. Ты этим кейсом поможешь огромному количеству людей. Серьёзно. Спасибо. А про беременность имей в виду тоже, что там могут быть нюансы из серии «Я подорвала в себе уверенность». Да, вот это я, на самом деле, с этим моментом к вам ушла. Да я знаю, что к этому ушла. Я это увидел сразу, как ты сказала первое слово. Поэтому я тебе про это и сказал. Прикольно? Очень. Ты подорвала в себе уверенность, и вот там как раз лошадь потеряла копыта. Да. Сходи, сделай подкову новую, и ни в чём себя не вини. Потому что есть обстоятельства, которыми ты не управляешь. И это тебя никак не характеризовало, и никак тебя не делало хуже, чем кто-то. Понятно? Да. Перечитала, в смысле переслушиваю. Переслушай. Успехов. Спасибо. Пожалуйста.